От дорожек до уборки. Игорь Кисель встретился с жильцами микрозоны ЖУ номер 12. Помогает делать город лучше. С какими вопросами обращались? Обезопасить себя и авто. В республике стартовала акция «Меняй свой стиль на зимний». Не следует испытывать судьбу и тянуть до последнего. Кто на карандаше? Набрать полную корзину. Хит приглашает за покупками. Все нравится, все свежее, красивое. Почему стоит зайти? А также должный уход и праздник нам приходит. Город накрылась снежным покрывалом. Стоит ли доставать лопаты для уборки? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Свежий взгляд. Председатель Бобруйского горисполкома продолжает проводить встречи с жильцами микрозон. Минувший вторник вопросы жилищно-коммунального хозяйства поднимали по ЖУ номер 12. Точкой притяжения стала 35-я школа. Учреждение также ново, как и район, в котором она расположилась. В основном в этой части города проживают молодые семьи. Потому обращения к мэру соответствующие. Создание объектов инфраструктуры с акцентом на детей, доработка некоторых проблем, возникающих на территории. Подобные встречи у нас уже стали традицией. Это хорошая возможность для жителей города задать вопрос непосредственно руководству государственных органов, получить ответы. Вопросы обозначают, которые необходимо взять на контроль. Ну и это помогает делать город лучше. Цикл встреч завершится 28 ноября. Игорь Кисель выслушает вопросы и предложения со стороны жильцов микрозоны ЖУ номер 13. Такие собрания, напомним, в будущем будут проводиться раз в три месяца. Подальше от беды. 27 ноября в Могилевской области стартовала республиканская профилактическая акция, которая проходит под девизом «Меняй свой стиль на зимний». Осенне-зимнее межсезонье – самое аварийное время года на дорогах. Первые заморозки чреваты резким похолоданиями, вследствие чего на отдельных участках возможно образование ледяной корки. В этот период стоит обезопасить себя и автомобиль. Выбирайте сдержанный стиль вождения. Соблюдайте дистанцию, боковой интервал, а также скоростной режим. Избегайте необдуманных маневров. Откажитесь от обгонов и резких торможений. Сейчас самое время переобуть шины. Не следует испытывать судьбу и тянуть до последнего. Акция продлится по 5 декабря. Однако с 1 числа стражи дорог начнут контролировать подготовку транспортных средств к зимней эксплуатации. Особое внимание – проверки обязательного оборудования автомобилей зимними шинами. Уход и обновление. В 2025-м изменится облик городских кладбищ. Одна из функций городского центра ритуальных услуг – инвентаризация мест погребения. Таким образом устанавливаются самовольные захоронения, либо разрушенные надмогильные сооружения. То, что портит общую картину. На Минском кладбище таких примеров можно насчитать немало. В марте 2025 года предприятиям планируется начать данные работы по приведению участков. Соответственно, если на участке будет находиться разрушенная ограда, степень которой исключает ее ремонт и восстановление, она будет демонтирована. В том числе разломанные кресты будут демонтированы. На их место будут установлены новые кресты. И на них будет указана идентификационная табличка с данными захоронениями. За местами захоронения должны следить родственники умерших. Когда территория не соответствует требованиям, предприятие вывешивает уведомления о необходимости проведения работ. Если в течение двух лет ситуация не меняется, центром ритуальных услуг применяются соответствующие меры. За товаром в ХИТ. Сеть магазинов давно известна по всей Синеока и славится среди белорусов качеством своих товаров, ассортиментом всего самого необходимого и, конечно же, всегда акционными ценами. Чем еще привлекает и почему нужно зайти за покупками именно сюда, знает Роман Костюков. Сегодня сеть магазинов у дома ХИТ – это 351 торговый объект в 134 населенных пунктах Беларуси. В городе на Березине таких насчитывается три. По Интернациональной, Рокоссовского и Парковой. Магазины не спрятаны во дворах, а расположены в оживленных районах вблизи дорог. Увидел вывеску – зашел. Он удобный, конечно, однозначно, очень, потому что здесь, скажем так, у дома нет магазинов таких больше. Зашел сразу, купил что надо и пошел домой. Большой поток людей и поток машин. Вывеску можно увидеть из автомобиля и остановиться, вдруг едешь куда-то, вспомнил, что-то забыл купить. Ну, большое количество народ здесь проходит, поэтому довольно удобно. Хит заеду, посмотрю, может, что-то и куплю. Ассортимент для всех и каждого. Прилавки наполнены самыми качественными товарами. Здесь вы сможете найти все – продукты питания, свежие овощи и фрукты, мясные и хлебобулочные изделия, сладости. Бытовую химию и товары для дома тоже не придется искать в других гипермаркетах. И не надо задумываться о семейном бюджете – здесь всегда акционные цены. А покупая специальные товары «Удачи» и применяя карту «Е-плюс», покупатели еще получают возможность участвовать в игре «Удача в придачу». Вот заходим обычно с женой в магазин, все, берем сразу то, что нужно. Ну и нет такого, что мы вышли, допустим, с магазина, с хита и пошли еще в другой, потому что здесь что-то не вышли. Ну, как бы здесь все есть. Хит действительно заботится о своих покупателях. При покупке социально значимых товаров определенным категориям граждан предоставляется скидка до 10%. Этой возможностью могут воспользоваться пенсионеры, многодетные семьи, малообеспеченные слои населения, инвалиды любой группы и родители детей-инвалидов. Если взять в расчет то, что я тут когда-то проходила практику, то людей проходит очень много в день. Мы тут стояли с утра до вечера и людей проходимость очень большая. А сотрудники очень хорошие. Мне очень нравилось как бы работать с ними и каждый раз, когда я захожу, все улыбаются. Кроме того, уже сегодня на прилавках магазинов можно ощутить приближение грядущих праздников. Разноцветные гирлянды, яркая мишура, различные стилизованные елочные игрушки и новогодние аксессуары, так и манят ценами, которые явно не укусят. Захожу достаточно часто, два раза в день где-то примерно. Все нравится, все свежее, красивое. Пить за фруктами, за гречкой, бекон, йогурты, все такое. Приходите в ХИТ. Ваш надежный магазин у дома, где всегда рады каждому покупателю. Здесь вы найдете все самое необходимое и всегда по акционным ценам. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Станислав Чучерин, Бобруйск, 360. Ноябрь сводит с ума, в перспективе только зима. Хотя осень продолжает бороться с ней. Ветер и туман хозяйничают в Беларуси, лишь изредка позволяя снегу припорошить землю. Самый подробный прогноз погоды на 28 ноября от Виталия Гаврусева. Последний месяц осени выдался для жителей Беларуси довольно теплым. Погода была приятной и идеально подходящей для прогулок в парках. Да и крайняя неделя в стране сохранит в целом достаточно теплую погоду. Однако высока вероятность осадков. Местами по республике ожидается налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. В ноябре все смешалось. Зима и осень. Опавшие листья и белый снег. А мне нравится это. Очень-очень. Марафон двух сезонов. Волшебный забег. В Лаговещенске из-за погодных условий вели режим чрезвычайной ситуации. В городе выпал сильнейший за последнее столетие снег. На борьбу с последствиями стихии брошены все силы и средства. Учреждения образования переведены на дистанционное обучение до пятницы. А тем временем вулкан на исландском полуострове рек Янис извергается седьмой раз за год. По оценкам Национального метеорологического управления, активность значительно ниже, чем во время предыдущего выброса в августе. В земле образовалась трещина длиной около трех километров. Лава бьет фонтаном из разлома и стекает к подножию огненной рекой. Жители города Гриндавик и популярного геотермального курорта «Голубая лагуна» полностью эвакуированы. В целом по стране синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. На большей части территории возможны осадки, дождь, мокрый снег. Местами слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный с переходом на западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью от минус 4 до плюс 1. Днем от одного мороза до 4 тепла. Одним словом, погода создана для горячего чая, шоколада, теплого пледа и красивых сказок. Виталий Гаврусев, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Сразу после нас сирена. Мы коллега Роман Костюков со взором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»